С понедельника начинается пост Петра Павловский. Поэтому постарайтесь, особенно в это непростое военное время, когда враг непредсказуем, почаще исповедать грехи свои и причащаться святых христовых таинств. И, как говорили подвижники благочестия, христианин всегда должен себя готовить к причастию и смерти. Мы готовимся жить так долго, безмятежно, и мы так жили. И думали, что больше никогда войны не будет, и голода не будет, и наводнений не будет. Но мы ошиблись. Мы забыли о христианском предназначении жизни человека подготовить себя к вечной блаженной жизни со Христом. А потому, дорогие, мы должны пересмотреть цели своей жизни. Мы уже никогда не будем жить, как прежде. Мы должны приготовить себя к тому, что будет труднее. Труднее именно потому, что нужно что-то будет отнимать от себя и делиться с другими, теми, которым сегодня тяжелее, чем нам. И мы видим, что происходит сегодня уже не на Украине, а в приграничных районах, городах. Уже огромное количество беженцев, затопленных домов, разрушенных жилищ, раненых мирных граждан. Это еще один звоночек нам. Помни последнее своя, и вовек не согрешишь. А поэтому зову вас, христиане православные, пробудиться и не просто приходить в церковь, когда что-то надо, поставить свечку, что-то попросить себе у Бога, да получше, да посытнее, да пообильнее. А для того, чтобы приходить и просить у Господа, прости нас, Господи, прости и укрепи нас и все, кто сегодня на передовой, все, кто сегодня помогают людям, которые пострадали, всем сотрудникам чрезвычайных служб, которые спасают сегодня утопающих в своих домах и жилищах. То мы с вами сегодня поспали на сухой постели, проснулись, пришли, помолились. Но всякий раз мы никогда не должны считать, что это там, где это беда. А до нас не скоро. Авросий Опкинский так и говорил о наших людях. На том конце села будут вешать, а на другом будут говорить. А до нас еще не скоро дойдут. И будет пить и есть и веселиться. Вот мы не должны уподобляться этим неразумным людям. Мы должны всегда бодрствовать, о чем призывает их, чему зовет нас Христос. Бодрствуйте и молитесь. Да не внидите в напасть. А мы расслабились. Мы забыли о небе. Мы забыли о том, для чего мы пришли сюда. Для вечной блаженной жизни. Бог не для того создал свое творение, чтобы его уничтожить. Но дабы для того, чтобы приготовить его для жизни вечной. И для того приготовил человеку Царствие Божие. И сказал нам, ищите прежде Царствие Божие и правды его. И все остальное приложится вам. В сегодняшний день, когда мы прославляем всех святых от века Богу благоугодивших, мы должны посмотреть внимательно на их пример жизни. Начиная от апостолов, это гонение, это скорбь, лишение, это совершенно невероятное перемещение по всему лицу земли, это избиение, это смерть, это перепиливаемые и сжигаемые на кострах. Причем это не только апостолы. Это не только мирские люди, церковные. Это и воины, которые исповедали Господа Иисуса Христа всей своей жизнью. И если нужно было постоять за веру, то они, не щадя живота своего, вставали на защиту веры и своего Отечества. Это люди, живущие в семьях. Это и князья, и княгини. Это простые люди, и рабочие, и крестьяне. Все, кто только пошел за Христом и увидел во Христе истинный свет своего спасения, он унаследовал жизнь вечную. И сегодня мы потому и называем всех святых, потому что исчислить этих всех святых невозможно. В наших святцах их всего перечислено около двух тысяч. Но это прославленных, а сколько таких, которые ходили в милотях, которые спасались в горах, в лесах, в уединении. Сколько и сегодня подвизается людей в подвиги поста, молитвы, исповедничества, мученичества. Сколько сегодня воинов, которые за имя Христова приняли смерть и отдали жизнь за нас. Это тоже новые святые, новые мученики и исповедники за веру Христову. Тех, которые отдают свою жизнь, чтобы славилось имя Христа и не господствовало имя дьявола, имя антихриста и всех тех, кто служит ему сегодня и пропагандирует его сатанинские идеи. И это тоже исповедничество. И вот сегодня в Евангелии мы слышали слова Господа нашего Иисуса Христа. «Всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедаю и Я перед Отцом Моим Небесным. А всякий, кто отречется от Меня перед людьми, от того отрекусь и Я перед Отцом Моим Небесным». Вот эти слова очень серьезные, и отнестись к ним нужно со всем вниманием. И потому, дорогие, мне хотелось бы напомнить еще одни слова, которые слышали сегодня в храме за богослужением. «И кто не берет креста своего и не следует за Мною, тот не достоин Меня», — говорит Господь наш Иисус Христос. «Сегодня мне хотелось бы дать вам три совета. Первый. Всегда старайтесь поступать, особенно в военное время, во время сложное, непредсказуемое, во всех своих поступках, делах и всей жизни своей по совести. Второе. Поступайте по закону Божию. И третье. Никогда не отрекайтесь от имени Иисуса Христа». Что это значит? Поступать по совести? Совесть подскажет. Она иногда и осудит, она иногда и пробудет, она иногда и спать не даст. Называется это состояние даже совесть обличает, слой совесть обжигает внутри, спать не дает. Вот почему человек пробуждается, не засыпает, мучается, говорит, меня совесть мучает. Вы слышали такие выражения? А потому что поступил не по совести. А это как? А это так, как указано в нравственном законе. Во всем поступай так, как ты хотел бы, чтобы с тобой поступали люди. В нравственном законе мы должны руководствоваться, дорогие братья и сестры, по отношению к себе и к нашим окружающим. Вот тогда и совесть наша будет чиста и спокойна, когда будем прислушиваться к тому, что мы делаем. А для этого я посоветую вам, всякое дело, которое вы делаете, не делайте наспех, не делайте сразу, а делайте немножечко обдумав и перед началом всякого дела помолясь. Не случайно святые отцы говорили, если ты делаешь любое дело, а перед ним научился молиться, то даже перед самым злым делом ты перед началом помолишься, и Господь тебя вразумит и остановит. Потому что если ты помолишься, Господи, помоги мне сейчас помочь тому и другому. И помог. Допустим, Господи, помоги мне пойти на такое-то такое дело беззаконное. Господи, что же я прошу? Разве можно об этом молиться? Прости меня, Господи, не только молиться нельзя, и делать его нельзя. Поступай по совести. Она подскажет. Это тот голос Божий, который вложил Господь в каждого живого человека. Вот почему родители говорят, смотри, поступай по совести. А если кто-то что-то сделал против нее, даже называют такого бессовестный человек. Что же ты такое сделал? Где же твоя совесть? Вот первое, запомните. Будем стараться поступать по совести, как поступали все святые. Они с этого начинали. Просто по-человечески относиться друг к другу. С другим человеком так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой. Вот оно, золотое правило нравственности. Второе, мы должны поступать как христиане, потому что мы не просто люди. Мы крещенные христиане. Мы должны поступать по Евангелию. А как мы будем поступать по Евангелию, когда мы его очень редко читаем? Вот для этого я посоветую вам, дорогие, обязательно укрепляйтесь. Вместо того, чтобы смотреть эти телевизионные какие-то совершенно затянутые программы, новости, которым не с числа, мы ничего с вами не сможем сделать, никак повлиять на ту ситуацию, а вот помолиться о ситуации, Бога попросить о людях, которые пострадали в том или ином конфликте, они только начинаются. Они только начинаются. И поэтому мы должны бодрствовать. И не просто созерцать там и там по всему миру происшедшее. А если услышим о чем? По закону Божию поступать. Попросить Господа о помиловании, о прощении тех, кто пострадал, о укреплении и спасении пострадавших, и о даровании сил тем, кто ликвидирует последствия страдания людей. О врачах, о военных, о тех, кто ликвидирует все последствия страшных стихийных бедствий. Помоги им, Господи, укрепи, Господи. Вот что должно быть первым после того, когда что-то мы узнаем или прочитаем, или увидим в ленте новостей. А если будем читать Евангелие, то сам Христос поможет нам поступить правильно. Потому что нашу жизнь мы будем встречать не с поступками других людей, а с евангельским благовестием, со словом Господа нашего Иисуса Христа, Который желает нам спасения. И последнее. Никогда не отрекайтесь от Христа. В самую трудную минуту жизни положите себе на сердце и напишите на скрижалях своих сердец эти слова. «Всякого, кто исповедует Меня перед людьми, исповедует того и Я перед Отцом Моим Небесным». И когда мы, которые не отречемся от Христа, дай Бог, предстанем пред Господом, то все наши грехи, которые мы сделали, в которых каялись, в которых сокрушались, мы также за них ответим перед Господом. Но Христос скажет. Я видел Его в храме. Я видел эту рабу Божью в церкви. Она часто причащалась святых христовых тайн, которые я оставил людям на земле. А потому я исповедую Ее. Я прощаю Ее. И говорю тем, кто сохранил верность Мне, «Войдите, благословенные Отца Моего Небесного, в то царствие, которое приготовленное вам от создания мира». Какие удивительные слова. И ведь их можно лишиться, если предать Христа перед лицом болезни. А известны случаи, когда люди ходили в церковь, молились Богу, исповедались, причащались, а заболели. И так тяжело заболели, что, как говорят, «Сил больше нет терпеть. Господи, где Ты? Нет Тебя». И у порога смерти отрекались от Господа. «А кто отречется от Меня перед людьми?» Запомните эти слова, братья и сестры. Оттого отрекусь. И я перед Отцом Моим Небесным. Вместо того, чтобы на адрес смертном просить, «Господи, укрепи! Господи, дай мне силы! Господи, помоги мне пронести Свой крест до конца!» Люди в немощи, болезни, перед лицом врага, смерти иногда отрекаются. А я заклинаю всех вас с высоты амвонов, никогда не отрекайтесь от имени Христова. Сам Христос говорит, «Ибо кто не берет креста своего и не следует за Мною, тот не достоин Меня». А потому с сегодняшнего дня постараемся не пропускать воскресных богослужений, постараемся как можно чаще причащаться святых христовых тайн, соединяясь с Господом, укрепляясь, принимая тело и кровь нашего Спасителя и поступать по совести. Господь подскажет, просто не торопитесь, просто не спешите сделать то или иное, остановитесь. Помните, как говорили святые подвижники благочестия, все нужно делать с пожданием, вот такое удивительное слово, с пожданием, не сразу, не вдруг, не с плеча, ух, сказал, да не подумал, ох, сделал, да не поразмышлял, вот этой поспешности в нас не должно быть. Вот этого мне хотелось бы пожелать вам, чтобы каждый из нас, прежде чем что-то сделал, подумал. Будем утверждаться в евангельском благовестии, будем чаще читать Слово Божие, и тогда будем поступать по закону Божию и положим себе на сердце, поступая по совести, в свои поступки сопрягать с законом Евангелия. И если вдруг понадобится исповедать Иисуса Христа ценой, может быть, своей работы, своего служебного положения, свое положение в обществе, а может быть, даже и ценой своей смерти. Исповедайте Иисуса Христа к Господам, пришедшим во плоти и родившимся от причистой Девы Марии и распятого за нас при понтистом Пилате и страдавшего и погребенного и воскресшего в третий день по Писанию и снова грядущего судить живым и мертвым Его же царствию никогда конца не будет. Вот исповедание веры нашей. И если кто-либо попытается уклонить нас от нее, лучше умереть со Христом, чем жить без Христа. Мир всем вам, дорогие, Божье благословение и храни всех вас Христос. Поступайте по совести, по закону Божию и никогда не отрекайтесь от имени Господа нашего Иисуса Христа, Которому со Отцем и Духом вечная и благая слава. Аминь. Аминь. Продолжение следует...